Мужество, сила, уверенность в себе. Три важнейших качества, на которых строится понятие о настоящем мужчине. Быть мужественными стремятся все представители сильной половины человечества. Однако не каждый связывает это понятие с заботой о мужском здоровье. Здравствуйте, в эфире программа «Здоровье» и мы сегодня будем говорить о мужском здоровье. На сегодняшний день самым распространенным заблуждением среди большинства людей является то, что врач-уролог специализируется на лечении болезней, которые передаются половым путем, а также простатита. Но на самом деле это совсем не так. Во-первых, к врачу-урологу нужно обращаться не только, когда появляются заболевания или возникают какие-то жалобы. С целью профилактики рекомендовано вообще мужчинам посещать врача-уролога-андролога где-то около раза в полгода, чтобы выявить заболевание на ранней стадии, чтобы можно было его потом быстрее, легче произвести лечение и с более лучшими результатами. Поэтому раннее обращение, своевременное хотя бы обращение, это очень помогает в лечении заболевания. Поход в медицинское учреждение на осмотр к специалисту-урологу ни в коем случае нельзя откладывать на потом, если у человека имеется хотя бы один из перечисленных ниже симптомов. Наличие почечных колик, болевые ощущения во время мочеиспускания, ноющие и тянущие боли в области поясницы, дискомфорт в мочеиспускательном канале, затруднения при мочеиспускании, недержание мочи, присутствие гноя или крови в моче. Урологические заболевания у мужчин рассматриваются специальным разделом медицины – урологии. Мужская урология изучает виды заболеваний мочевыделительных органов, их симптомы, способы распознавания, лечения и предупреждения. Среди мужчин наиболее распространенные заболевания – это связанные с заболеванием пристательной железы, это мужской половой сферы, мочекаменная болезнь. У лиц пожилого возраста – это одно пристательное железы, доброкачественное, злокачественное образование пристательной железы. Вот это в основном те заболевания, с которыми они обращаются чаще всего к нам, по поводу которых мы их лечим. На прием к врачу-урологу обращаются для постановки конкретного диагноза, назначения специальных схем лечения и при необходимости для направления на стационарное лечение, при наличии воспалительных процессов и острых болей. У нас отделение занимается как экстренно, оказанием экстренно, так и оказанием плановой помощи. В плановом порядке пациент должен приходить к нам уже полностью обследованно, до госпитального этапа амбулаторного. Там он проходит всех необходимых специалистов, сдает анализы. И так как у нас отделение хирургическое, то мы госпитализируем всех пациентов для проведения хирургического лечения. То есть у него не должно быть противопоказания к проведению наркоза и показания к оперативному лечению. В этом случае мы его госпитализируем. Обычно это плановая госпитализация, на следующий день проводятся операции. Если какие-то манипуляции, обследования невозможно провести амбулаторно где-то в городе, то мы здесь его дообследуем уже и потом оперируем. И экстренная госпитализация, когда человек поступает в экстренном случае, там все резко заболело, резко какая-то возникла проблема, он поступает в приемный покой, там его осматривают врач-уролог. У нас ежедневно дежурит отдельно от бригады врач-уролог, то есть круглосуточное оказание урологической помощи. И по необходимости назначаются анализы, назначаются обследования. Обычно пациенты могут в этот же день, если, допустим, выраженный болевой синдром, или какая-то патология, в этот же день мы можем прооперировать его или на следующий день после проведения необходимых минимальных обследований. Один из самых распространенных урологических заболеваний среди мужчин – это простатит. Простатит считают очень коварным заболеванием. Оно опасно неприятными симптомами, проблемами в половой жизни, риском обрести онкологическое заболевание предстательной железы. Задача первичной профилактики простатита – предупредить, насколько это возможно развитие заболевания. Простатит – это начинается с установки правильного диагноза. Правильно поставленный диагноз – это уже 50% правильного лечения. Вообще простатит лечится амбулаторно, только острые простатиты или связанные уже с осложнениями, абсцессы, развитие абсцессов могут лечиться стационарно. Простатит лечится амбулаторно или на дневном стационаре, когда пациент приходит к врачу, получает лечение, получает необходимые процедуры и потом возвращается домой. Если развились какие-то грозные осложнения в виде абсцесса пристательной железы, то тогда он уже, или острый простатит, тогда он уже госпитализируется и более тщательно, или может быть даже хирургическим путем проводится лечение. При простатите возникают многочисленные проблемы с мочеиспусканием, снижается либидо и нарушается эректильная функция. Первые признаки простатита это, ну, во-первых, наверное, нарушение мочеиспускания, то есть учащенное мочеиспускание, затрудненное мочеиспускание, боль при мочеиспускании, чувство неполного порождения мочевого пузыря. Чаще всего, ну, часто возникают жалобы со стороны половой сферы, то есть снижение либидо, снижение активности, яркость оргазма не такая выраженная. Все это мужчина воспринимает как проявление возраста, но это может быть просто проявление простатита, и правильно леченый простатит может все эти симптомы убрать. Простатит это как бы заболевание вне возрастное, то есть ему может заболеть, подвергнуться заболеванию любого возраста человек. В основном это мужчины как раз репродуктивного возраста, от 20 до 45 лет старше, уже там присоединяется большая часть доброкачественной гиперплазии приставительной железы, которая тоже может возникать на фоне частого хронического простатита. Не стоит пытаться самостоятельно провести диагностику и выбрать лечение. Это может только усугубить сложившуюся ситуацию. Например, заболевание может перейти из острой формы в хроническую, а в таком случае победить его довольно сложно. Препаратов действительно очень много, невозможно даже запомнить все их названия, Но надо лечиться тем, что прописал доктор, так говорится. Потому что врач обычно, если назначает какой-то препарат, он про него знает, он читает статьи, он участвует в каких-то конференциях, где про этот препарат рассказывают, какие-то проведенные исследования приводят, что это действительно доказанный эффект от этого лечения есть. Не просто так, что какая-то фирма взяла, собрала в кучу травы, химиопрепараты и выставила это как лечебный препарат. Нужно знать, что это за препарат, фирма, какая его производит, в каких условиях он делается и его клиническая эффективность. Тогда этот препарат можно применять. Самолечение или поздно леченая простатит, это чревато очень большими последствиями. Это переход в хроническую форму инфекции, потом это намного тяжелее и не всегда успешно удается вылечить. Не занимайтесь самолечением, не откладывайте визит к врачу. Это способствует появлению более серьезных проблем и в итоге длительного и непростого лечения. Способность мужчины к продолжению рода зависит от полноценности двух функций. Спермогенеза, процесса образования сперматозоидов и половой потенции, способности к осуществлению полового контакта, наличие эрекции. Нарушение каждой из этих функций является основной причиной нарушения репродуктивного здоровья мужчин. Во-первых, здоровый образ жизни, то, что всегда пропагандируется, всегда приветствуется. Правильное питание, правильный распорядок дня, исключение гиподинамии. То есть движение – это жизнь. Чем больше человек занимается спортом, чем больше он двигается, тем меньше происходит каких-то патологических процессов в организме. Человек сам себя поддерживает в тонусе, и это способствует незаболеванию или быстрейшему выздоровлению. По словам специалистов, родители, которые воспитывают мальчиков, должны помнить, что многие андрологические заболевания протекают скрытно, и обнаружить их может только специалист. Поэтому посещение врача детского и подросткового уролога-андролога может состояться не только при заболевании, но и с профилактической целью. Ребенок должен наблюдаться у специалистов всегда, потому что есть заболевания, которые диагностируются в детском возрасте, и если их не диагностировать и не пролечить, то в последующем это может привести к плачевным последствиям, как полное бесплодие, развитие, допустим, опухоли яичка. Вот как заболевание крипторхизм, то есть каждый родитель при купании может заметить отсутствие яичка в мошонке одно, или обоих, отсутствие яичек, сужение крайней плоти, когда головка полуворщина не полностью оголяется, и при мочеиспускании возникает боль, там скапливается воспалительные всякие смегма, и это может привести к фимозу, к парафимозу, может привести к баланопаститам. Поэтому каждый родитель должен осматривать пациента, есть ли какие-то ребенка, и если какие-то возникают у него сомнения, отвести к специалисту, который осмотрит, поставит диагноз и назначит лечение, если это необходимо. Первые появления процесса полового созревания у мальчиков появляются к 11 годам. К этому времени у них начинается выработка основного мужского гормона – тестостерона. Вообще пубертатный период начинается где-то с 10-11 лет и продолжается до 25 лет, то есть в это время до 20-25 лет происходит рост мужского организма, становление его как мужчины, то есть в это время очень начинают активно функционировать мужские половые железы, которые вырабатывают мужские гормоны. Появляются вторичные половые признаки мужские – это волосинение, грубение голоса, поведение меняется у мальчиков. В этот момент нужно, если это по каким-то причинам запаздывает или меняется, то нужно обращаться к врачу, искать причину, обследоваться. Очень часто к нам приходят пациенты, довольно часто к нам приходят пациенты уже в возрасте 20-25 лет, у которых такое заболевание, как крипторхизм. Бывает двухсторонний, односторонний – это когда происходит неопущение яичка из брюшной полости в мошонку. То есть все это время, когда ребенок был маленький, когда его родители купали, никто не замечал, что у него в мошонке, допустим, или нет яичек вообще, или оно одно, или оно как-то некипично расположено. И такое запущенное состояние может привести к такому нехорошему заболеванию, как семенома, то есть опухоли яичкой, которая очень злокачественно протекает, потому что температурный режим в брюшной полости немножко другой, чем, допустим, в мошонке. Поэтому там могут возникать вот такие грозные осложнения. Поэтому обязательно нужно смотреть, осматривать мошонку, осматривать крайнюю плоть, чтобы не бывало сужений крайней плоти, фимозов. Проблема «хочу завести ребенка, но не могу» к сожалению, часто встречается. Типичная ситуация. Семейная пара пытается зачать ребенка, но ничего не выходит. Супруги отправляются на обследование. И вот тут-то выясняется, что с женщиной все в порядке, но у мужчины есть некоторые проблемы. Количество мужского бесплодия растет. Но это опять-таки связано и с экологией, и с неправильным образом жизни. И с лучшей выявляемостью, диагностикой. С большей обращаемостью мужчин к врачу. Сейчас пошла тенденция, когда мужчины стали немножко задуматься о своем здоровье, стали лучше за собой следить в этом плане. Обращаются. И, конечно, выявляемость увеличилась. Соответственно, увеличилась заболеваемость. Такие пациенты очень тяжелые для лечения, в плане того, что не всегда можно скорректировать медикаментозно эту проблему. Зачастую это будут психологические проблемы, стрессовые ситуации. Если это все полностью убирается, плюс хорошая консультация врача, неправильно назначено лечение, то этих проблем можно избежать. О некоторых недомоганиях трудно рассказать даже лечащему врачу. В результате нетяжелые, на первый взгляд, заболевания обрастают серьезными осложнениями. В таких случаях необходима и психологическая поддержка, отмечают врачи. Доверительная беседа с пациентом, когда ему нужно объяснить, что все в его руках, и его дальнейшая жизнь, его дальнейшее здоровье зависит в 70% от него самого, как он будет правильно выполнять рекомендации врача, как он будет следовать его советам. Поэтому если пациент проникся этим, если он это понял, то лечение довольно благополучно заканчивается. Все знают, что болезни лучше предупредить, чем лечить. В случае с раком также истинно является следующее изречение. Чем раньше его распознают, тем больше шансов остаться в живых у заболевшего. Все хронические заболевания считаются это предраковыми. То есть длительное хроническое воспаление может спровоцировать орган для болезни, для перерастания в онкологическое заболевание. Около 90% мужчин старше 90 лет имеют заболевание как рак предстательной железы. То есть в этом возрасте, в 90% случаев у пациентов можно диагностировать рак предстательной железы на той или иной стадии. Но это пациенты, которые ранее страдали от новопредстательной железы, которые хронические простатиты были не лечены или плохо лечены, которые вели неправильный образ жизни. Это все может привести, конечно, спровоцировать онкологические заболевания. Сексуальная потребность и активность мужчины определяются его индивидуальной половой конституцией и, разумеется, возрастом. Но ни для кого не секрет, что с возрастом сексуальная активность меняется. У кого-то она становится более активной, у кого-то менее, а у кого-то и вообще исчезает. С каждым годом жизни мужчины с определенным возрастом у него происходит снижение мужского полового гормона на определенное количество. И к 60-50 годам это, как называемая, возрастная норма, но он снижается достаточно заметно. Уровень тестостерона, который обуславливает мужскую сущность мужчины, будем так говорить. Ну и в 50 лет, если правильно, как говорится, лечиться, опять-таки повторюсь, если правильно вести правильный образ жизни, в 50 лет можно чувствовать себя успешным и довольно молодым и бодрым. Если говорить о современной урологии, то она включает в себя современные технологии. В Карагандинской области имеется, в городе Караганди единственное урологическое отделение, специализированное, в котором оказывается вся практически помощь урологическая. Отделение оснащено современнейшей, я могу так сказать, техникой, аппаратурой, которая помогает нам пациентов лечить менее травматично, короткие сроки пребывания в стационаре, более чем, допустим, ранее при применении открытой хирургии. Если раньше мочекаменная болезнь лечилась в основном оперативным путем, то есть делались большие разрезы, из полутора, из полусантиметрового камня делался 15-сантиметровый разрез, вскрывался мочеточник, убирался, то сейчас это все делается с помощью вот такого, допустим, аппарата. Он практически последний в линейке аппаратов Карл Шторц, который включает в себя камеру, световод, и вот самый основной аппарат, это лазерный литотриптор. По естественным мочевым путям мы доходим до камня с помощью уротероскопа, визуализируем камень и с помощью лазера его дробим на мелкие фрагменты. Потом эти фрагменты вымываются или удаляем их щипцами. Аппарат, который практически на нет свел открытую хирургию в применении в области камней мочеточника. То есть мы сейчас, если раньше, до появления этой методики, мы в месяц делали 20-30 операций по поводу удаления камней. А если не делали таких операций, то мы литокинетическую терапию проводили. То есть камни изгоняющие, пациент мучился с почечными коликами, мы выгоняли этот камень силой, будем так говорить. То сейчас любой диагноз поставлен на мочекаменной болезни камень мочеточника, мы с помощью этой аппаратуры эту проблему решаем буквально в течение дня. Также к нам пришел недавно пришел аппарат для дистанционной литотрепсии. То есть если вот этот вот лазерный литотрептор, он контактный, то есть нам необходимо увидеть камень, нам необходимо к нему подойти, к этому камню, подвести к нему лазерное волокно и контактно его раздробить, то вот этот аппарат позволяет нам с помощью рентгена или ультразвука навестись на камень, то есть нацелиться на него. И вот такая вот терапевтическая головка, которая вырабатывает ультразвуковые волны, которая фокусируется на этом камне и производится его дробление без разреза вообще человека, без контакта его с телом человека. Вот сюда человек ложится поясничной областью, наводится с помощью рентгена или с помощью УЗИ вот это вот на камень и производится дробление. Ну, в среднем двух-трех сеансов бывает достаточно, чтобы раздробить конкремент. Естественно, к каждой процедуре есть свои показания, есть противопоказания, то есть для дробления подлежат камни до двух с половиной сантиметров, которые потом при дроблении не могут вызывать обструкцию, то есть осколки будут выходить, могут блокировать мочеточник, поэтому предварительно, возможно, надо будет ставить стенд мочеточниковый, то есть дренировать мочеводящие пути. Этот аппарат, он тоже, будем так говорить, самый практически новейший в их линейке, аппарат фирмы Дорнье. Практически урологическое место, урологическая операционная у нас здесь оснащена. Для лечения доброкачественной гиперклазии предстательной железы сейчас золотым стандартом является трансфортеральная резекция предстательной железы, то есть если ранее мы делали разрез, вскрывали мочевой пузырь и потом пальцем вылущивали аденому, то есть практически вырывали кусок мяса, то сейчас этого не делается. Сейчас через мочеиспыхательный канал подводим аппарат биполярный, так называемый, когда два электрода соединены между собой петлей, эта петля накаляется и производится просто нарезка, состругивание предстательной железы, аденома предстательной железы. То есть абсолютно без разреза. Тут же, когда убирается, срезается предстательная железа, она коагулируется, то есть кровотечение минимальное, там, если мы раньше 200-300 мл кровопотеря у нас была, ну, считалось стандартной, то сейчас минимальное 50 мл кровопотеря, это и пациент без разреза на 4-5 сутки в принципе может, если все течение благополучно, то может выписываться домой. Тоже для этого метода есть свои противопоказания, то есть большой объем предстательной железы не позволяет полностью сразу убрать эту железу. Таким пациентам приходится делать двухэтапно, то есть сначала срезается одна доля, потом пациент выписывается и он возвращается через какое-то время и срезается вторая доля. Или делается, ну, так называемая туннелизация, когда просто прорезается туннель для того, чтобы пациент просто мог мочиться. Это в тяжелых сопутствующих заболеваниях, когда имеется противопоказание к радикальной аденомоктомии. Сейчас практически открытых аденомоктомий мы не делаем, ну, довольно редко делаем. Если мы раньше у нас 90% лежали с открытыми аденомоктомиями, то сейчас наоборот, 90% это у нас трансформатуральные резекции, только пациенты с большими аденомами, больше 90 кубических сантиметров 100, 120, 240 бывает кубических сантиметров одного представительного жизни, тогда мы берем их открыто аденомоктомиями делается. Врачи рекомендуют вести активный образ жизни и при появлении проблем вовремя посещать врачей. Бывают пациенты с какой-то вроде бы незначительной патологией лежат у нас и месяц, а бывает, что тяжелый пациент, который пришел в вагональном терминальном состоянии, он буквально за неделю выздоравливает и вылечивает. Сроки определить в таком случае невозможно. Репродуктивное здоровье мужчины наиболее тонко регулируемое и наименее защищенное. На сегодняшний день есть и высококлассные специалисты, готовые помочь вам, и необходимые обследования и оборудование. Все это вкупе позволяет проводить диагностику и находить патологию в кратчайшие сроки. От пациентов требуется только желание заняться своим здоровьем, а при необходимости готовность пройти курс лечения. Не болеть, следить за своим здоровьем, вести правильный образ жизни, получать положительные эмоции, потому что положительные эмоции это самое лучшее лекарство. Даже тяжелобольные, когда они настроены хорошо, настроены позитивно, оптимистично, выздоравливают намного лучше, чем обычный больной, который настроен не так благоприятно, как говорится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова